Юрий, давайте поговорим о заявлениях, которые были сделаны вчера в ходе встречи силового ведомства, именно оборонного ведомства с военными встречался Путин. И там Шойгу сделал заявление о расширении российской армии до полутора миллиона человек. Сейчас есть миллион сто тысяч, насколько мне известно, однако существуют такие мнения, что на самом деле это заявление ничего особенно опасного под собой не имеет, ведь сейчас к тому числу миллион сто тысяч нужно приплюсовать, например, 300 тысяч мобилизованных плюс сто тысяч мобилизированных дончан и луганчан, то есть из оккупированных территорий, и получится у нас полтора миллиона. Так ли это стоит воспринимать, такое заявление, или здесь будет еще какая-то другая волна мобилизации? Вот как вы поняли заявление Шойгу и насколько оно опасно? Я понял заявление Шойгу, если говорить в самом общем плане, как попытку смикшировать, решить проблемы, стоящие перед российской армией. Эти проблемы очень серьезные, и война в Украине выявила многочисленные слабости российской армии, об этом много говорят и пишут, путем чисто количественного наращивания живой силы, вот живой силы прежде всего, да? Потому что вопрос о том, чем и как будет вооружены вот те новые дивизии, о которых говорил министр обороны Шойгу, я не знаю, это вопрос, на который, я думаю, не может ответить и сам Шойгу. Ведь что он говорил, не только о том, чтобы увеличить до полутора миллионов, мы же не знаем точно. Видите, вот все эти цифры, это так называемая штатная численность. Это то, сколько должно быть должностей, вот как говорят военные, сколько должно быть должностей, которые нужно комплектовать реальными людьми. Вот сколько реальных человек служит сейчас, находится под ружьем в российских вооруженных силах, я думаю, что этого не знает даже сам министр обороны России. Потому что, смотрите, да, где-то вот в середине этого года было принято решение о том, чтобы увеличить численность, штатную численность российских вооруженных сил до миллиона 150 тысяч. А сколько было реальных, вот если следовать тем цифрам и опираться на те цифры, которые давали, ну, лучшие зарубежные источники и аналитические центры, реальная численность российской армии колебалась между 800 и 9... Ну, назывались цифры 800 тысяч и 900 тысяч, вот между этими двумя цифрами. Так что вот эти, вот это увеличение на бумаге численности, это, ну, это могут быть чисто бумажные варианты. Теперь, сколько было призвано вот в рамках этой, в процессе частичной мобилизации? Да, говорят, около 300 тысяч. Ну, если предположить, что было на начало войны где-то порядка 900 тысяч реальных людей в российской армии, значит, ну, мы получаем цифру где-то порядка тысяча миллиона двухсот тысяч, да? Теперь, сколько погибло и сколько было демобилизовано по ранению? Ну, видимо, где-то порядка 120-130 тысяч как минимум. Значит, вот эти цифры мы должны тоже вычесть. Значит, сколько нужно для того, чтобы реально довести численность до полутора миллионов? Ну, вот мы же не знаем, сколько сейчас конкретно реальных солдат и офицеров российской армии. Так что, да, это те цифры, которые называет Шойгу, да, они, конечно, отражают тот процесс, который идет в российской армии. Это процесс наращивания личного состава. Другой вопрос, сколько удастся призвать, к какому числу, к какому времени удастся призвать новых солдат и новых офицеров запаса для того, чтобы довести до полутора миллионов реальных солдат и офицеров? Ну, очень трудно сказать. Это как намек на продолжительную войну и, соответственно, что эти дети тоже начнут служить в армии в ближайшем будущем. Это не просто намек, это прямое утверждение о том, что Шойгуновы и вообще военное командование русских ориентируются, во-первых, на длительную войну. Ну, если, ну, тут вопрос, хватит ли ресурсов, ну, это другой вопрос. Но как они ориентируются? Ориентируются, да, значит, и готовятся к тому, чтобы призывать вот этих вот малолеток. Ну, тут ведь вопрос в том, что эти малолетки, они, ну, вот, находясь в юнармии вот этой самой, они все-таки хоть какое-то понимание получают о том, что такое военная служба, там, что такое армия. Ну, чему-то учатся, там, я не знаю, автомат держать в руках, там, и так далее. Значит, чему-то их учат. Это, конечно, вот готовит такой резерв для того, чтобы, ну, в случае необходимости через, там, несколько лет этих ребятишек просто забирать и бросать на фронт, если понадобится. Но тут вопрос другой, хватит ли, достаточно ли долго будет существовать и Россия в ее нынешнем виде, и генерал Шойгу в виде министра обороны и так далее. Но это другой вопрос. Да, да, вот такие намерения у российского руководства имеются. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова